4 апреля в Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца наместник Киево-Печерской лавры митрополит Выжгородский Чернобыльский Павел посетил открытие Международной научно-практической конференции, посвященной профилактике, выявлению и лечению гипертонии. Мероприятие проходило в рамках Всемирного дня здоровья 2013. Конференция объединила более 700 представителей различных медицинских школ из 15 государств. Мероприятие проходило в духе коллегиального сотрудничества, в чём, несомненно, заслуга его организаторов и участников. Открывая медицинский форум, ректор университета Виталий Фёдорович Москаленко отметил необходимость консолидированных действий медиков, чиновников, деятелей культуры и представителей церкви, которые должны объединить усилия для успешной реализации общей цели — исцеления человека и заботы о его жизни и здоровье. Гипертонией страдает каждый третий взрослый человек. В связи с этим министр охраны здоровья Украины профессор Раиса Богатырёва акцентировала на необходимости проведения профилактических мероприятий, направленных на упреждение инфарктов и инсультов. По её словам, важным этапом станет принятие документов конференции и координация усилий разных стран. Научный сотрудник Бюро Всемирной организации охраны здоровья в Украине Наталья Король заверила, что украинское представительство готово оказывать всевозможную поддержку всех мероприятий, способствующих улучшению качества жизни человека. Митрополит Павел, выступая перед присутствующими, отметил, что врач совершает служение милосердию. Это наиболее гуманная миссия и венец профессионализма. В то же время колоссальная ответственность, поскольку в жизни здоровье человека являются даром Божиим. Господь посылает мудрость, терпение и любовь. Спасибо Богу. По словам заместителя, председателя Киевской городской государственной администрации Виктора Коржа, глобальному улучшению системы здравоохранения поможет медицинская реформа, и в этом ключе важным является взаимодействие с депутатским корпусом. Профессор Российской академии медицинских наук Владимир Кучеренко подчеркнул, что конференции, проводимые в Главном медицинском вузе Украины, являются достоинством украинской медицины, и российские коллеги с удовольствием принимают в них участие. Томми Лин, профессор Каролинского медицинского института, выразил радость по случаю присутствия на данном мероприятии и подчеркнул, что важные вопросы сами по себе не решаются, над ними нужно работать. Специалист в сфере медицинской этики из Хорватии Антуан Лисец заметил, что в борьбе с болезнью важно задумываться об образе жизни человека. Для сохранения народа необходимо, чтобы духовные ценности были связаны с образом жизни. Доцент базового вуза по экологическому образованию в Республике Беларусь Елена Толстая напомнила, что согласно православному вероучению болезни связаны с человеческими грехами, следовательно, гипертония от страсти, чревоугодия и гнева. Одни лишь лекарства человеку не помогут. Подводя итог, важно сказать о том, что врача и священнослужители, стоящих у постели больного, объединяет вера, через которую человек имеет жизнь вечную.